Ураган в Гамбурге. Погода свирепствует на юго-востоке Германии. Когда ждать улучшения? Смотря с чем сравнивать, мигранты ФРГ совершили почти 70 тысяч преступлений, но полиция говорит это немного. Пробила головой потолок. Хиллари Клинтон стала первой женщиной кандидатом в президенты от демократов. И первая победа сборной Германии. Смотрите, в каком рейтинге футболисты заняли первое место еще до начала Евро-2016. В Гамбурге из-за поваленных деревьев невозможно проехать по целому ряду улиц. Затоплены подвалы в жилых домах. Непогода продолжает свирепствовать и на юго-западе Германии. На севере страны объявили режим чрезвычайного положения из-за сильной грозы и смерча, обрушившихся на восточные районы города. Ураганный ветер срывал крыши с домов. Затоплены улицы и подвалы в ряде жилых строений. Для устранения последствий непогоды задействовали свыше 1 тысячи пожарных и сотрудников технических служб. Сотрудники пожарных расчетов облетели зону удара стихии на вертолете. После облета стало понятно, что из-за поваленных деревьев невозможно будет возобновить движение по целому ряду улиц в течение минимум суток. Между тем, непогода продолжает свирепствовать. В федеральной земле Баден-Вюртенберг, по данным немецкой метеорологической службы, местами за час выпало до 30 миллиметров осадков на квадратный метр. Кое-где эта цифра даже достигала 40. Наиболее интенсивным дождь был в Ортенау и Кальве, близ Шварцвальда. Дюссельдорф 28 беженцев и двое пожарных получили отравление продуктами горения. Тяжелых ранений удалось избежать. Многие жители приюта потеряли все свое имущество. В сгоревшем здании на территории 6000 квадратных метров проживало около 130 человек из Афганистана, Ирака, Сирии и Нигерии. Все они были перераспределены в другие приюты. Мигранты совершили или пытались совершить 69 тысяч преступлений в Германии за первые три месяца этого года. Об этом сообщается в отчете немецкой полиции. Количество преступлений, совершенных иракцами, афганцами, сирийцами, представителями трех крупнейших групп беженцев в Германии, было высоким. Но в процентном соотношении причастность этих групп преступности является непропорционально низкой. В отчете указывается, что подавляющее большинство мигрантов вообще не совершали преступлений. Тем не менее, среди совершенных незаконных действий треть составляют кражи, 28% мошенничества, еще 23% телесные повреждения или разбой. Преступления, связанные с оборотом наркотиков, составляют 6% от общего количества. Процент изнасилований всего лишь один. Вслед за каждым сирийцем, получившим убежище в Германии, может приехать один его родственник, говорится в документе миграционного ведомства, попавшем в распоряжение «Зюдойче Цайтунг». Всего в ближайшие годы в ФРГ могут прибыть до полумиллиона родственников беженцев, говорится во внутреннем аналитическом документе. Речь идет прежде всего о супругах, детях или родителях несовершеннолетних детей, прибывших в Германию без сопровождения. При этом эксперты ведомства опровергают предположение о том, что после воссоединения с членами семей количество сирийских беженцев в Германии увеличится в 3-4 раза. В прошлом году в Германию прибыли примерно 428 тысяч сирийцев, а за первые пять месяцев прошлого года их количество составило около 72 тысяч. Поскольку возможность для воссоединения семей ограничена после внесения соответствующих поправок законодательства о предоставлении убежища, родственники могут приезжать к получившим убежище лишь постепенно, что снизит миграционную нагрузку, утверждается в аналитическом документе ведомства. Тем не менее, в будущем социальные кассы Германии ожидают увеличение выплат на содержание беженцев, предупреждают эксперты. Перед тысячами ликующих сторонников Хилари Клинтон объявила о своей победе в борьбе за номинацию от Демократической партии. По итогам праймерис в шести штатах бывшая первая леди и госсекретарь США набрала достаточное количество голосов делегатов партийного съезда для выдвижения в президенты. Она стала первой женщиной-кандидатом от крупной политической партии за все 240 лет существования США. Сама Клинтон назвала свою победу историческим моментом для всех женщин, согласны с ней и ее сторонники. Я поддерживала Хилари всю жизнь. Она великолепный пример для всех женщин, рассказывает Шеннон Макналти. И сейчас она самый квалифицированный кандидат. На наших глазах творится история. Клинтон поблагодарила за достойную борьбу своего главного соперника от демократов, сенатора Берни Сандерса. Теперь ей предстоит сражаться за голоса избирателей с Дональдом Трампом. Он обеспечил себе номинацию от республиканской партии. Выборы президента пройдут США 8 ноября. Более 30 тысяч военных из двух десятков стран, из них половина американцы, начали маневры на севере Польши. В них задействованы техника, самолеты и корабли. Это крупнейшее учение на восточном фланге НАТО со времен окончания Холодной войны. В ходе маневров «Анаконда-16» будет проведена ночная вертолетная десантная операция. 2000 американских десантников высадятся для строительства временного моста через Вислу. 500 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии были мобилизованы и прибыли в Торунь с базы в Северной Каролине, говорит генерал-лейтенант Марк Миллер. Их подняли по тревоге 25 часов назад. Они пересекли Атлантику. В это время шло планирование операции. Затем была проведена высадка здесь, в зоне выборски десанта. Это тренировка в условиях нештатной ситуации. В операции были задействованы 230 британских парашютистов с военной базы «Рамштайн» Германии, а также польские десантники. Они вылетели из Кракова, говорит генерал-майор Ричард Кларк, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией ВВС США. Он лично принимал участие в высадке. Они прибыли из трех разных мест, и координировать прямо в воздухе высадку этих трех разных потоков довольно трудная задача. Наша объединенная группировка выполнила исключительную работу по планированию и координации. Учения проходят за месяц до саммита НАТО в Варшаве, на котором будет одобрено увеличение военного контингента в Восточной Европе. Москва же усиливает военное присутствие на западных границах и утверждает, что должна защищаться от расширения НАТО на восток. Северная Корея возобновила производство плутония. Об этом агентству «Рейтер» сообщило высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. По его словам, есть признаки того, что Пхеньян перезапустил завод по восстановлению плутония из отработанного ядерного топлива в научно-исследовательском центре в Йонбене. Ранее об этом же сообщал представитель МАГАТЭ. Агентство не имеет доступа в Северную Корею и следит за ее ядерной активностью по спутниковым данным. Последние действия КНДР, по данным Госдепартамента США, говорят о том, что, несмотря на международные санкции, Пхеньян готовится к дальнейшим ядерным испытаниям и производству ядерных боеголовок. По данным американских экспертов, сейчас у страны от 10 до 16 ракет. Однако уже в течение пяти лет КНДР может увеличить свой арсенал до нескольких десятков боеголовок. Состав сборной Германии стал самым дорогостоящим на чемпионате Европы по футболу во Франции. Суммарная стоимость всех игроков Бундестим – 562 миллиона евро. Эксперты склонны считать Германию главным фаворитом турнира, указывая на тот факт, что в сильнейших европейских лигах за победу борются клубы с самым дорогим подбором игроков. Совсем немного отстает от немецкой сборной Испания, состав которой оценивается на трансферном рынке в 558 миллионов евро. За ней следуют Франция, Англия и Бельгия. Эти команды во главе с Бундестим считаются основными претендентами на победу в Евро-2016. Самым скромным по цене набором игроков располагают такие сборные участницы европейского первенства, как Исландия, Северная Ирландия и Венгрия. Напомним, вчера сборная Германии приземлилась в аэропорту французского города Шембери и проследовала на тренировочную базу Вевиан-Либен на Женевском озере, где продолжит подготовку к своему первому матчу на чемпионате Европы против Украины, который состоится 12 июня в Лиле. С командой не прилетел во Францию лишь нападающий Лукас Подольский. Главный тренер Бундестим Йоахим Лёв предоставил ему однодневный отпуск в связи с рождением дочери. Редактор субтитров А.Семкин